что это такое это нарушение циркуляции крови поверхностных слоях кожи то есть представляет собой расширение мелких капилляров на коже лица появляются такие веточки расширенных сосудиков и потерявших эластичность мелких кровеносных сосудов мы на лице отчетливо видим такие видимые сосуды сосудистые пятнышки такая сосудистая сеточка видно красивая да такая яркая сосудистые звездочки иногда видны куперос проявляется в основном на щеках на крыльях носа и на подбородке какие причины что же способствует возникновению купероза но они разные разнообразные это внутренние проблемы человека внутреннего организма и как бы внешние факторы воздействуют здесь имеет значение наследственность аутоиммунные заболевания ну из внешних факторов влияет конечно на сосуды очень влияет погодные условия вот либо холод либо жара резкая такая смена до климатических условий тоже влияет на на сосуды кроме того мы наблюдаем еще такие гормональные изменения когда во время гормональных изменений это время беременности либо пост и менопаузу да тоже у женщин наблюдается такая картина очень часто ну а также при злоупотреблении алкоголя курения вот у людей еще мы наблюдаем со скачкообразным давлением когда давление резко либо поднимается либо повышается артериальная да чаще конечно когда она повышается вот так же способствует развитию купероза и есть еще такое как бы функциональное такое состояние зависит от вегетативной нервной системы вот люди когда нервничают волнуются вот они как бы как вот раз резко и покраснели да ну естественно такой резкий прилив крови способствует развитию купероза что мы еще можем сюда добавить вот в принципе как такие как осложнения до каких-то процедур вот если делать агрессивный массаж часто то тоже могут лопаться сосудики после агрессивного массажа лица либо после лазерной шлифовки тоже могут такая может быть такая реакция сосудов то есть лицо гиперемированные и сосуды могут травмироваться что же самостоятельно можно как бы сделать предотвратить развитие купероза значит самое главное вообще конечно вести здоровый образ жизни вот без алкоголя не курить не ну да вот эти моменты исключить из рациона тоже такую острую пищу которая да как бы как горит прямо да и лицо тоже начинает пламенеть вот соленую копченую пищу ограничить себя там шоколаде вот маринадах печень вызывает иногда тоже такие моменты и бобовые но это опять-таки все по наследству надо смотреть потому что наследственный фактор очень важен по генотипу все передается и в начале развития купероза необходимым такой правильный уход за лицом за кожей лица очень немаловажно даже также при этом ограничение стрессов потому что стрессы вообще способствует развитию различных заболеваний но в том числе и купероза но как бы спросите как каким образом потому что как бы причем здесь до купероз к стрессу но непосредственно да потому что происходит выброс в кровь катехоламина катехоламины они суживают сосуды и в результате повышается давление артериальное и давление в периферических мелких сосудах и таким образом развивается со временем купероз что касается лечение купероза очень важно это витаминной терапии витаминной терапии включает себя большую группу витаминов в основном эта группа витамина c витамин p витамин pp никотиновая кислота до витамин к и они нормализуют стенки сосудов и укрепляют их ну если так конкретно по витаминам поговорить то что я хочу сказать очень важно витамин c на вообще это очень очень важный для кожи витамин для кожи лица он в принципе замедляют процессы старения кожи поддерживает уровень увлажненности кожи аскорбиновая кислота она оказывает такое мощное воздействие на кожу волосы и ногти и зубы то есть ее свойства такие велики она ну то есть витамин c участвуют в образовании коллагена восстанавливает витамин е нейтрализует свободные радикалы является очень мощным антиоксидантом вот также ускоряет процессы заживления и восстановление тканей мы замечаем когда делаем процедуры до всевозможные с витамином c в косметологии имею ввиду кожи лица осветляется то есть устраняется пигментация но также естественно и при куперозе это рекомендую улучшается цвет кожи ну и приостанавливается рост и развитие таких раковых клеток вообще отлично такая хорошая очень фруктовая маска и ну тут конечно фрукты можно и кушать вовнутрь да и можно их наносить на лицо из клубники малины абрикоса ну эти фрукты очень богатый витамином c туда можно еще добавить персиковое масло одну ампулу витамина c мед мол кто не аллергик на мед и такая получается прекрасная маска просто маска красоты для лица витамин p это рутин он содержится в большом количестве в шиповнике в лимоне вообще в цитрусовых грецких орехах в смородине в любой смородине в темные красный вот так же находится еще в малине до в капусте в салате винограде и в гречке как ни странно в гречке есть и в сочетании витамина c витамина p вот когда они вместе работают уменьшают сопроницаемость и ломкость сосудов капилляров какие препараты на основе рутина это ну как бы известный это троксивозин и кверцитин дигидрокверцитин то что влияет на стенки сосудов очень хорошо чудесный препарат дигидрокверцитин витамин pp либо никотиновая кислота содержится в ржаном хлебе в манго в мясе в грибах печени и в ананасе то есть этот витамин p конечно очень нас pp никотиновая кислота очень избалует вот и необходимо действительно кушать как продукты вот но ее и рекомендуют вы принимать при куперозе витамин к витамин к он содержится в капусте в брокколи в оливках то есть оливковое масло до аспарже вот в такие в таком сушеном базилики его очень много и в ежевике ежевика вообще богата кладезь витаминов богата витаминами также рекомендуется еще при куперозе алоэ алоэ вообще отлично работает на коже он как бы осветляет до снимает воспалительные реакции его еще и принимает во внутрь замечательный продукт в жидком виде и сироп алоэ масло пшеничных таких ростков богат витамином е он защищает от окисления от кислительного стресса от радикалов до кислительно восстановительные процессы нормализуют в коже в тканях вот и очень хорошо воздействует на все такие агрессивные факторы внешней среды масло добавляют салат с овощами но и два-три раза в неделю можно еще наносить на лицо перед сном прекрасно тоже успокаивает сосуды лица для вообще для молодой кожи рекомендуется комплекс витамина c и е в основном людям после 30 лет рекомендуется сок алоэ он как бы наиболее эффективно эффективнее работает на купероз масло огуречника чудесный такой продукт он хорош для людей со зрелой кожей уже вот а после 50 лет прекрасно работает витамин е и цинк ну то есть опять-таки это пшеничные ростки рекомендуется в сочетании с цинком цинк еще и вовнутрь принимается разы c в отличие от купероза это хроническое воспалительное заболевание кожи лица она сопровождается ярким покраснением кожи наличием телеангиоктазии телеангиоктазии бывают при куперозе но не в таком большом количестве вот и с наличием папул и пусту то есть так называемое еще второе название разы c это розовые угри вот здесь уже есть такая клиническая разница между куперозом и розовыми угрями вот да и в принципе и по возрасту мы тоже можем отмечать больше где-то лет 30-50 до развиваются розовые угри больше у женщин в этом возрасте а вот особенно в такой менструальный период когда пост и менопауза до развивается то есть характерные такие гормональные изменения гормональные нарушения способствуют развитию розовых угрей а у мужчин в свою очередь вот возрасте там 45 50 лет очень часто мы наблюдаем тоже такую как бы сеточку до сосудистую но кроме кроме сосудистых сеточек телеангиоктазии мы наблюдаем еще количество папул и пусту то есть на кожи лица в области щек в области носа мы видим такую бугристость бугристую поверхность кожи и утолщение носа это называется ринофима вот в этом большая разница между куперозом и розыцеа потому что розыцеа это серьезное заболевание оно вызывается как правило вызывается как осложнение идет вызывается фолликулярным клещом демодекс фолликулером вот это основное на что стоит обратить внимание поэтому в любом случае когда у человека неважно мужчина женщина девушка парень вот мы видим изменение сосудов до на коже лица в первую очередь нужно обследовать на клещ демодекс чтобы исключить это все-таки розыцеа либо это купероз но клинические вот просто как такой еще диагностический момент вот при надавливании когда это сосудистая патология когда надавливаешь пальцем до на сосуд отпускаешь как бы сосуд восстанавливается вот при таких моментах когда это воспаление воспаление уходит да вот иначе идет реакция другая поэтому врачу это более понятно где розыце и где купероз но розыце это конкретно это заболевание это розовые угри вот это конкретное такое симптоматическое заболевание которое нужно лечить потому что купероз больше как бы косметологическая проблема и и решают разными методами разными способами кроме того что я сказала витамины терапия да вот препараты основанные для для сосудов для поддержания стенки сосудов применимы еще всевозможные косметологические процедуры можно делать миндальный пилинг он такой щадящий он очень хорошо при сосудистой сеточки при куперозе вот делают шлифовку тоже лазерную занимаются этим но с лазером нужно быть аккуратными потому что у людей чувствительная кожа и лица опять-таки может но сложница он чтобы очень мягко работать с лазером вот а то что касается непосредственно розовых угрей и розация здесь уже нужно лечить то есть при выявлении фолликулярного клеща да мы занимаемся лечением демодекса в первую очередь а